Доброе утро! Мы такие редком на завалинку сели, и не просто так сели, понимаете? Утренняя завалинка, да, традиционно все. Мы сели не просто так, мы решили сегодня на завалинке поговорить о ментальности. Так, по-простому так, по-детски. Как вам оно покажется? Дело в том, что мир в ментальном изменении, так называется четвертая конференция ментологов. И пройдет она в нашем городе, между прочим. 28-29 сентября. Небольшая такая программка у меня в руках. Я ее почитал, и мне стало жутко интересно. Надеюсь, и вам тоже будет интересно побольше узнать о ментологах. О ментологии. О ментологии, о том, чем они занимаются. И ментальности, я бы хотел. Да, и для этого к нам сегодня пришел в гости Алексей Мурашов, ментолог. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. И философ, между прочим. Да. Не без этого. Не без этого. Не без этого, да. Скажите, ну вот самый такой вопрос. Самый глупый вопрос, наверное, но такой вот. Ну потому что, правда, для большинства совершенно непонятно, что такое ментология, чем она занимается. Ну, во-первых, я бы, наверное, сказал, что это не наука, это всех должно порадовать. Не наука в строгом и академическом смысле, скорее, это еще один способ в дополнение ко всем, которые в мире уже есть, разобраться с собой и другими, и, в общем, голову на место поставить, если ты чувствуешь, что что-то не так. Что в этой голове что-то не так. Что-то не так много мусора. Вот вы знаете, этим активно занимаются психотерапевты. Вот есть ли разница между ментологами и психотерапевтами? Насколько? Разница есть. Психотерапевта, ну, в силу понятных причин, всегда интересует биография человека, да. Ну, и все мы знаем, кто бывал там на разных семинарах, тренингах, жуткие истории про то, как надо рассказать травматические эпизоды из детства, скелеты, из шкафа достать, поплакать. И вот уже все плачут, всем хорошо, все понимают, что у него-то все хуже, чем у меня, я-то еще очень ничего на его фоне. Нас вообще не интересует биография. Почему? Почему мы полагаем, что все, что с человеком происходит, сначала происходит в мышлении, в голове. И в этой связи, если мы просто поговорим с человеком об абстрактных вещах, о том, как он думает, о чем он думает, какие у него есть убеждения, предубеждения, стереотипы, и найдем те из них, которые делают его жизнь не очень, но по его собственной оценке, их можно поправить и не трогать его биографию. Поэтому это гораздо менее драматично и драматично. Смотрите, да, я прошу прощения, строго говоря, да, вы считаете, что главное не подсознание, не стоит оттуда там ничего тянуть, в этом нет никакого смысла, главное сознание. Фрейда никто не отменял, и отменить его не удастся. Но осознанность, и в том числе из бессознательного подъема всего сознания, позволяет победить власть бессознательного. Это можно сделать. Чем больше осознанности, тем меньше вы похожи на животное. Вы знаете, меня вот испугало, я не знаю, как, может быть, я из контекста вырвала эту мысль, но тем не менее, вы сказали о том, что поговорить об убеждениях и поменять их, это как-то попахивает немножко на политическую провокацию. Мы ваши убеждения сейчас немножечко поменяем и сделаем, как правильно. Кто решает, как правильно. Это самое важное. И какие убеждения можно поменять? Может быть, есть такие убеждения, которые не поменять вообще нет никакого. Так много вопросов сразу. Да, да, да. Значит, вот смотрите, ну я думаю, что вы видели фильм «Начало». Да, смотрели, конечно. Вот если убрать весь антураж, сон, во сне сна и так далее, да, 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 то в целом, то, чем мы занятием, занимаемся, это немножко похоже. Но, конечно, ментолог не решает, во что вы будете верить и в чем вы будете убеждены. И это тоже еще одно отличие от психотерапии. Наша задача, ну знаете, такая сократическая, провести человеком такую беседу, у Сократа был метод, который назывался маевтикой, когда мы задаем много наводящих вопросов, один за другим, один за другим. Как мы вам сегодня помогаем. Да, 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 да. До тех пор, пока человек не приходит к какому-то пониманию о себе, которого у него не было, потому что он никогда не задавал себе этих вопросов. Соответственно, он и принимает решение, во что он будет верить, что он считает правильным, что неправильным. Мы всего лишь создаем ему возможность получить материал свой, о котором он не знал. Хотя, конечно, манипулятивные возможности, у технологии, у подхода тоже есть, но невозможно этого скрывать. Это обычная история. Топор можно применить для разных целей. И в нашем случае это тоже так, поэтому, когда мы выбираем, кого мы будем учить, мы тщательно к этому относимся. Не все желающие могут учиться. Понятно. Вот у меня еще какой вопрос. Вы сказали, что о мыслях наших, да, и о их материальности, насколько я поняла. То есть мы, собственно, создаем свою реальность своими мыслями, позитивными или не очень. Соответственно, роль судьбы и своей жизни мы можем выкинуть. То есть фатум здесь совершенно ни при чем. То, к чему мы пришли, мы пришли абсолютно самостоятельно. В целом, это, конечно, вопрос веры и убеждения. И каждый выбирает верить в то, что я сам могу гордиться своей жизнью или считать, что я сам во всем виноват. Или что виноват кто-то другой. Судьба, родина, партия, мама, ну и так далее. Это всегда вопрос выбора. Конечно, я считаю, что человек несет 100% ответственности за все, что с ним происходит. То есть, по сути, семинар – это возможность кому-то из семинаристов пересадить обезьянку на ментолога. В смысле, ну вот, я вам все рассказал, и теперь будьте любезны. Вот как-то, ну я не знаю, сделайте же с этим что-нибудь. Или хотя бы дайте диагноз. Нет, диагнозов мы не раздаем. Наша задача в этом всегда одинаково. Сделать так, чтобы человек понимал про себя и про других больше, чем он понимает. Ай-яй-яй. Страшная какая штука о себе и о других. Вообще, да. И благодаря вот этому гораздо большему пониманию, ну и пониманию осознанному, мог самостоятельно принимать решение обо всем, что он будет делать и чего он не будет. Потому что, вообще-то говоря, в наших головах много мусора. Потому что спрашиваете у человека, какие у тебя ценности, он даже что-то называет. Но как только вы спросите, а где ты их взял, ты помнишь? Когда ты принял решение считать так. Пауза. Он не помнит. Он вообще не знает. Он никогда не принимал решение так думать. Он просто знает, что он всегда так думал. Ну почему нет? Вот хотелось бы еще тут, какие-то практические вещи, какие-то практические занятия. Я понимаю, что очень часто мы сами даже к этому приходим, да, что какие-то мысли нас просто добивают. Они зацикливают нас. Мы все время об этом думаем. И, ну, как-то время проходит. Мы потом переключаемся, и как-то проблема сама собой решается. А иногда бывает просто вот она долбит, 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 и мы не можем из этого замкнутого круга выйти. Есть ли какие-то практические занятия, чтобы вот, ну вот... Есть. Приходите. А вот так, да? Я думала, что нам сейчас прям панацею, скажите. Прямо сейчас тоже бывает. Вот я приведу пример. Например, когда у людей бывают трудности на работе, допустим. Хотя они и в личной жизни могут быть. Довольно часто они бывают из-за убеждений. Потому что люди ведь, когда идут на работу, они свои убеждения дома не оставляют. Они их берут с собой. Там в том числе, например, убеждения о том, что все должно быть справедливо. Мое убеждение, да. Ужасно. Да, я прихожу на работу, а там же все несправедливо. Потому что понятно же, что работать я должен меньше, а платить мне должны больше просто потому, что я классно и на работу пришел. Это вдруг какое-то чужое убеждение, не знаю. Ну, такое бывает. Ну, хороший человек, это вряд ли бывает. Профессии, да. Да, 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 да. Такое бывает. Вот. И люди периодически не понимают, почему его увольняют все время. Почему его увольняют раз за разом, раз за разом. И, в конце концов, мы начинаем разговаривать с таким человеком. И вот эта установка, что все должно быть справедливо, оказывается, что это просто речевка, над которой он никогда не думал. Потому что вы начинаете с ним говорить, и он сам начинает вам приводить примеры. Первый, второй, сто двадцать восьмой, когда нет, не должно быть справедливо. И вообще не все должно быть справедливо. А он очень избирательно к этому относится. И вообще, что справедливо, это когда все мне. И когда он сам к этому приходит, он говорит, нет, что-то не так. Что-то не так. Это же абсурд, что справедливо, когда все мне. Меняется убеждение, вслед за ним меняется поведение. Уходят проблемы, которые были с этим связаны. Алексей, ну вы скажите... Это возможность смириться с реальностью или поменять? Это возможность ее изменить. Изменить, да. И насколько сильно, во-первых, люди меняются, хотелось бы спросить. И все-таки, вот я так понимаю, что вы стремитесь помогать людям, да? Вот за счет вот этого всего. Чувствуете ли вы себя врачевателем? Ну, начну с последнего. Нет, ни врачевателем, ни гуру, ни еще кем-нибудь. Я себя не чувствую точно. Вот и те люди, которых я этому научил уже и продолжаю учить. Мне кажется, что мы занимаем такую позицию советника. Доброго советника и, по возможности, нейтрального. Насколько люди меняются... Добрый советник, вот это хорошо. Иногда сильно меняются. Там кого-то это может пугать. Потому что, ну, представляете, когда существенно изменились ваши представления о себе и мире, и о других людях. Ну, во-первых, вы начинаете другим говорить то, что вы думаете. Я только хотела сказать, чаще всего это мир и других пугает. Вы начинаете говорить другим то, что вы думаете. Это совершенно не входило в их планы. Это неприятно. Вот. Они начинают вам задавать обычный вопрос, кто плохому научил. Они же не допускают, что вы сами можете начать говорить то, что вы думаете. Всякое бывает. И тут всплывает добрый советник. Да, всякое бывает. Бывают люди меняют работу, бывают семью, бывают страну. Такие изменения происходят вот в поведении. Это так. Ну что ж, большое спасибо, что пришли в нашу сегодняшнюю программу. Вопросов, конечно, осталось значительно больше, чем было ответов. Ну, глядишь, встретимся еще. Уточним. Уточним, поговорим. Большое спасибо. Очень было приятно с вами познакомиться. Алексей Мурашов, ментолог, был сегодня в эфире утреннего телеканала. Спасибо вам. С телезрителями не прощаемся. Друзья, встретимся буквально через пару минут.